Беларусь 5 15 по счету, напомню, он проходит в 2 дня И мы только что, кажется, совсем недавно были с вами свидетелями финальных поединков стартового первого Ну и сейчас в пятницу узнаем обладателей комплекта медалей в остальных весовых категориях Первая из них это у женщин весит до 52 килограммов Гульбада Баба Муратова и Олеся Староверова Туркменистан, Беларусь соответственно, Баба Муратова в красной куртке, в синей белорусская И традиционно, опять же, для вас работаем мы, ваши комментаторы Заслуженный мастер спорта, известнейший человек в нашем мире борьбы самбо и дзюдон Атикбагиров И я, комментатор Павел Баранов Здравствуйте, вот недавно только началось, уже 45 секунд, как началась встреча финальная Спортсменка из Туркменистана, дружественной нам страны, заработал один балл Так что нашей Олесе приходится отыгрывать Сейчас было движение, но оно было движение спартера, поэтому судей не оценили Спортсменка из Туркменистана, Гюльбадам Баба Муратова Достаточно сильная такая, агрессивная спортсменка Она борется как по самбо, так и по дзюдо Попытка провести бросок через спину с колена за два рукава Ну вы знаете, Натик, я скажу, что мне кажется гораздо легче, наверное, найти спортсменов или спортсменов, которые, работая на ковре, не работают на татами, чем наоборот Поэтому, когда мы говорим о самбистах, мы в какой-то мере имеем в виду дзюдоистов в том числе Да, и в таких небольших странах, ну относительно небольших странах, как Туркменистан, скажем, Беларусь Немало таких спортсменов, которые не так много, скажем, в количественном плане, поэтому стараются бороться и там, и там, если, конечно, возможность позволяет Почему все-таки с изменением правил С изменением правил В дзюдо Когда запретили брать за ноги Правила изменились, и поэтому уже не все спортсмены подпадают под эти правила Сейчас Олеся отыгралась 1-1, да Уже практически за две минуты Ну вот, кстати, возвращаясь к правилам Вы-то сами боролись и по самбо, и по дзюдо Но вот как бы вы оценили это, да? То есть, образно говоря Вы знаете Правила разные, да, и рискуешь очень сильно, когда будешь бороться по дзюдо, верно? Правила разные, и здесь надо обладать определенным универсализмом Чтобы можно было бороться и по самбо, и по дзюдо Все-таки перестроить очень тяжело Разница огромная Если знать изнутри эти два вида спорта Здесь куртка более жестко сидит на спортсмене Потому что вот проймы, через проймы проводится пояс И закреплена куртка очень сильно Вот, а кимоно более плавающее Поэтому, наверное, спортсмен должен быть универсальным И суметь перестроиться, это сложно Особенно для того, у кого был, ну, допустим, козырь Это проход в ноги, да? Прямой Да, в дзюдо уже это преимущество нивелировалось Уже запрещается Мало того, что запрещается Не предупреждение, а карается Снятием со встречи Дается Хансоку Маке Это дисквалификация спортсмена Ну, кстати, подобным образом Наш олимпийский чемпион Игорь Макаров Все время проиграл финал Александру Ваховику чемпионата Беларуси Да, Саша делал переднюю подсечку А Игорь автоматически взял его за ноги Ну, знаете, спасение утопающих делал рук самих утопающих Есть правила, они одинаковые для всех Игорь, конечно, здорово очень работал в борьбе за ноги И много раз эти приемы его спасали Ну, у нас тем временем Мы видим 40 секунд Остается до завершения финала У женщин весовой эксклюрии до 52 килограммов 1-1 Олеся опережает Правильно работает Здесь не нужно в захвате долго стоять 1-2 Руку, руку, на шаг Шаг Руку, на шаг Руку, на шаг Накрывай, но сейчас пытается провести прием Ну, поднимает стойку Очень быстро судья поднимает стойку Мне тоже показалось, что слишком рада Да Тем более Олеся переворачивала уже соперницу будет делать бросок через спину с колена 7 секунд Олеся получает замечание но это такое больше даже тактическое замечание 5 секунд и бросок балл прекрасно, да? такое совершение финала 2-1 общий счет прекрасный прекрасный финал первого финала у женщин весит 52 килограммов у нас еще одна золотая медаль уже восьмая по счету напомню, вчера у нас было достаточно финалов в подавляющем большинстве мы одержали победу и Олеся Староверова становится чемпионкой страны по самбо за 2015 год в финале одолев Туркменко Гульбадам Баба Муратова с чем, кстати, вот Баба Муратову тоже поздравляем серебро это награда тоже высокого достоинства конечно, тем более она в прошлой встрече выиграла в очень упорной борьбе проявив волю к победе давайте посмотрим на повторе вот этот балл за подсечку который заработал Гульбадам а вот сейчас будет оценка, которую первый балл заработал Олеся и вот на последних секундах еще один балл касание плечом и ножов упала соперница а это в самбо оценивается в балл финал у мужчин весит до 57 килограммов традиционное, в общем, явление для нашего турнира когда встречаются представители одной и той же сборной команды это было неоднократно и с белорусами сегодня, кстати, тоже будут чисто белорусские финалы вчера у мужчин весит до 74 килограммов разбирались казахи Ассулбек Алкей одержал победу могу напомнить наш традиционный участник чемпионата страны ну а здесь российская пара Роман Козлов и Данил Пономаренко Козлов в красной куртке Пономаренко, соответственно, в куртке синего цвета вес, напомню, до 57 килограммов и вчера также, кстати, были тоже российские финалы причем, между прочим, тоже легких весов да посмотрим, как земляки будут бороться с земляками наверное назвать можно по названию страны соотечественной соотечественной потому что Россия настолько большая что там насколько правильно их называть земляками но я думаю, что в принципе, наверное неплохо знают друг друга одна сборная а также победитель недавно закончившегося чемпионата России среди мужчин до 23-х лет ребята наверняка вместе на сборах борются на соревнованиях вместе участвуют на чемпионатах России и пристаиваются к друг другу порой с представителями других стран более сильными борешься лучше намного грамотнее и сильнее чем с менее сильным соперником из своей страны из своего зала где ну просто ребята пристаиваются к друг другу знают каждый вздох каждый шаг каждый прием но опять-таки надо изворачиваться делать все возможное чтобы победить на то голова и нужна активизировался спортсмен в красной куртке Роман Козлов сейчас замечание за пассивность получает Данила Пономаренко пока еще небольшое преимущество ух ты хороший атака неплохая подсечка изнутри оцененный судьями в один балл сделан очень быстро сейчас садится на болевой отличная работа надо сказать что он успевает правда перейти в защиту Козлов ну вы знаете прошло полторы минуты мне нравится как работает Пономаренко да хладнокровно да и уже в этой атаке немножко пострадал Козлов что неудивительно любой такой хорошо взятый захват на болевой он ощущение оставляет не из приятных это понимаешь с годами нельзя нельзя вот так такие подарки делать сопернику давать забирать незащищенную ногу незащищенную руку вчера то же самое было с нашим чемпионом Андреем Козусенком который за 7-8 секунд до конца полуфинальной встречи отдал сопернику и нет это в финале было а в полуфинале отдал руку да дотерпел и травму сегодня уже в гипсе ходит сегодня ходит в гипсе но Андрей боец конечно жаль жаль конечно каждая такая полученная травма нашими ребятами потом сказывается и сказывается на их здоровье больше такая токсическая схема не дают друг другу перекрывают за рукава берут друг друга срывают захваты не дают друг другу закрепиться в хорошем захвате поддавляет поддавливает Данила Пономаренко на краю ковра заставляет ошибиться Романа Козлова сделать какой-то суетной такой подворот не закрепившись поэтому не получается хорошие пока финалы да упорная борьба идет явного преимущества нет вчера допустим легкого веса у нас были считай по 9-0 да срочные победы знаете опять-таки вот сейчас боковой судья показывает замечание спортсмену в синем поясе здесь уже больше идет тактическая борьба конечно и ошибок много видно невооруженным взглядом технические ошибки подворачиваются на приемы не подготовив 1-1 не довернувшись 1-1 но по качеству выигрывает Пономаренко да почему потому что у него балл был за прием получил соперник балл за предупреждение данное Пономаренко он ведет по качеству борьба в общем-то с его стороны уверенная нет оцененных бросков дополнительно полторы минуты еще до завершения этого финала но однозначно мы можем сказать что друг друга неплохо знают вот такая борьба что идет оттуда балл балл но по-моему касания не было спортсмен упал на локти вот судья тяни 2-1 уже в этой встрече ведет Роман Козлов с небольшим шатким преимуществом Вадим Бал и остается до конца встречи всего минуты ну атака такая да позиция была не очень приятная у Пономаренко но вовремя выкрутился да надо привести порядок развязался пояс ну что вот за это за то время эти секунды что остались Пономаренко должен конечно провести в атаке стоит неплохо чувствуется психологически подкован но вот техническая бедность скудность не дает возможности вот дал опять-таки тактически дал сесть на болевой сейчас соперник осталось 30 секунд до конца встречи а он в атаке он минуту может да минуту правило по правилам дает возможность сесть сопернику да конечно вот неграмотно неграмотно поборолся всю схватку так уверенно боролся вот концовку отдал полностью итак 2-1 да у нас получается победа Романа Козлова но мы правда вот тот момент когда Козлов набирал бал ну так спорно да оценивали спорный там может быть судей не заметили один показал и зам главного и судья на ковре он не заметил тоже оценил балл по-моему бросок был на локте ну здесь посмотрим нашего интереса нет в этой встрече поэтому поздравляем Романа Козлова с этой победой может быть нам на повторе покажут как раз тот самый эпизод когда Козлов набирал очко вот давайте посмотрим вот это подсечка это подсечка зацеп изнутри одноименной ноги ну что ж друзья сегодня мы аплодируем конечно же спортсменам и самое главное наверное стоит полнатажа ну и вот тот самый момент который был оттенен спорно да спорный спорный момент все таки вот повтор убеждает нас что оценки не было низко было но касаний не было значит